Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот когда многие заинтересовались, как все-таки сеять вот эти массовые посевы, как ухаживать за массовыми посевами перца, я начала рассказывать более подробно. Потому что для меня-то это все элементарно, ну как... А люди, которые только хотят этим заняться, для них, конечно. В предыдущем ролике я уже рассказала, сколько семян можно посеять в лоток. И повторю, что семян вы сеете хоть сколько, это зависит от ваших планов. Если планируете пекировать рано, в фазе двух семидолей, можно сеять очень густо. Если планируете пекировать попозже, можно посеять пореже, и они будут здесь расти, пока не сомкнутся листья. Теперь о том, как я ухаживаю. Потому что, конечно, любой понимает, что посеять это самое простое. Воткнул семечко и жди, вот они взошли. Нынче очень дружные всходы, очень мало проголызины. Я говорю, вот здесь вот несколько штук, и все. Остальные лотки почти все. Вот эти даже маленькие, все-все-все взошли. Можно сказать, что 100%. Теперь самое главное их сохранить до того времени, пока я не начну их выносить в теплицу. Как только я начну выносить их на солнце, можно считать, что рассада готова. Вернее, что она уже будет готова, потому что солнце, оно и убивает всякие гнили, там уже не будет ни черной ножки, листья будут зеленые такие, будут жирненькие. Они сразу растолстеют, рассада. Но вот в такой, сейчас в предвесенний период, хотя по календарю уже весна, но у нас еще зима, главное выходить их. Ну не то, что выходить, а сохранить. Что я делаю? Если вы посеяли густо, вот так вот, то здесь я не делаю ничего, потому что тут не прорыхлить невозможно ничего. Я их сейчас буду пикировать, и они вот этот период совсем-совсем короткий, у меня проживают безо всего. Я единственное, что когда всех я опрыскиваю, я эти посевы тоже опрыскиваю. Только опрыскивание, больше им ничего не нужно. Конечно, они здесь не больше месяца пробудут, но если у вас, вы сеете лоток, и они у вас задержатся на более длительный период, сейчас переставлю, то, конечно, обязательно два, хотя бы два рыхления нужно делать. Потому что, смотрите, они и так все густо посеяны. Я бы не сказала, что им совсем здесь плохо, по виду они хорошие, но все равно, если им густо, у них нет солнечного света, они находятся в зоне некомфорта, то хотя бы облегчить тем, что их нужно прорыхлить. Рыхлю я в обязательном порядке. Я специально те посевы, которые предполагается пикировать не сразу, высаживаю на таком расстоянии семена, уже заранее, когда сею, думаю о том, чтобы мне удобно было рыхлить. Значит, проходики между рядами должны быть такие, чтобы хотя бы какой-то палочкой, но вы смогли туда между ними вклиниться и прорыхлить. Рыхление это самое главное. Если вы не будете рыхлить, не будет воздух поступать к корневой системе, им и так там тесно. Рыхление, конечно, не глубокое, только верхний слой, потому что после каждого полива тут может образоваться корочка или какие-то там трещинки. Всё взрыхливаем, рыхление и обязательно опрыскивание. Раз в неделю я опрыскиваю или эпином, или энергеном, или любым стимулятором роста, потому что для таких массовых посевов поддержка, конечно, необходима. Но они и так бы выросли без моей поддержки, без рыхления, без опрыскивания, но хочется получить ведь качественную рассаду, толстенькую, зелёненькую, красивую на внешний вид, потому что внешний вид рассады говорит обо всём. Если она такая, как зелёная, аппетитная, хорошая, листья у неё яркого цвета, ясно, что у неё всё хорошо. Вот из этого видеоролика понятно, что каким был простым посев, таким же простым является и уход за массовыми посевами. Ну что это за уход? Опрыснуть и прорыхлить два раза за месяц или там за полтора. Вот и весь уход. Конечно, ещё нам придётся её распикировать, но пикировка – это неотъемлемая часть выращивания массового большого количества рассады. Потому что редко вы посеять несколько тысяч никак не сможете, у вас она некуда будет ставить. Сеем обязательно загущено и обязательная пикировка. Я пикирую снова же в лотки, тоже не густо, в два раза реже рассаживаю и всё. И потом уже только, когда в теплице будут стоять, тогда можно их разложить или по стаканчикам, или ещё в более такую просторную тару. Но пикировки вам не избежать. Если вы хотите заняться массовым выращиванием, пикировать нужно учиться. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Этот вот коротенький видеоролик для тех, кто хочет заняться массовым выращиванием рассады, там, перца, томатов. Именно сейчас я говорила про перцы, как ухаживать. Уход очень простой. Попробуйте на будущий год, получается у всех было бы желание. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю всем, за что бы вы ни взялись, чтобы всё у вас хорошо получалось.